Юрий Егорович, здравствуйте! Здравствуйте! Конечно, в преддверии вашего профессионального праздника хочется говорить о достижениях. Скажите, пожалуйста, чем может гордиться ваше ведомство в этом году? Какими результатами, добрыми делами? Что хотелось бы отметить в этом году, это подготовка и проведение чемпионата мира по футболу. Она попринимала сборную команду Дании на своей территории, тренировочная база у нас была. Поэтому автобусы были подготовлены как к встрече иностранных туристов, так и гостей города Курта-Анапа. Установлены информационные указатели на двух языках, то есть дублированные на английский язык указатели маршрутов. Установлены автоинформаторы в автобусе, как бегущая строка, так и аудиосопровождение с переводом на английский язык. Что вызвало положительные эмоции как и местного коренного населения, так и приезжих гостей нашего города. В автобусах установлены системы видеонаблюдения, которые работают в настоящее время, что послужило более тщательному разбору жалоб и обращений граждан. То есть при обращении по каким-то вопросам мы можем просмотреть видеозапись и определить степень виновности водителя в данной или другой ситуации. Какие основные требования вы выдвигаете перевозчикам? Год выпуска автобусов, водительский стаж, техническое состояние транспортных средств. То есть там ряд критерий идет. А как устраивается логистика? Транспортная сеть, маршрутная сеть города охватывает все пассажиропритягательные точки. То есть у нас полностью можно на автобусе доехать с наименьшими пересадками, а то и вообще без пересадок. Как с того же Витязева, можно в центр города попасть. Также нами была проделана работа по оптимизации маршрутной сети пригородного транспорта. То есть у нас, если раньше пригородный транспорт, конечная остановка была в районе Северного рынка, так как территория автовокзала не позволяла их всех разместить у себя на территории, мы предусмотрели схему движения автобусов также и в рамках исполнения 16-го федерального закона транспортной безопасности. Мы эти маршруты завели с конечной остановкой на рынке Восточный, что опять же жителям села позволило приезжать уже не с пересадками в город, так им приходилось выходить в районе Северного рынка, доходить до улицы Крымской и либо идти пешком до управления соцзащитой, к примеру, либо садиться на автобус и ехать в сторону Восточного рынка. Сейчас вопрос отпал. Ну и в заключении расскажите, пожалуйста, о планах ведомства на ближайшее будущее. Работа не останавливается, да, по обновлению подвижного состава, если видите, то за последнее время значительно поменялся у нас подвижной состав, то есть на сегодняшний день у нас в основной массе пассажирские перевозки осуществляются автобусами не старше, ну год выпуска не старше 7 лет у них, то есть все где-то 2012-2013 года. Идет отладка системы безналичной оплаты проезда в автобусах. Вот сейчас на 114 маршруте у нас установлено, в пилотном как бы проекте Сбербанк установил, но идет отладка этой системы. Ну, завершение нашего диалога. Хотелось бы пожелать безопасных дорог, ну, зеленого цвета всем водителям. Спасибо. Спасибо. Спасибо.